Устрашающий прогноз для всего живого на Земле недавно опубликовали американские и британские учёные. Они предоставили доклад в Академию наук США с факторами риска, которые неизбежно приведут нашу цивилизацию к катастрофе. Среди них угроза искусственного интеллекта, развитие которого может пойти по незапланированному сценарию. Ядерная война, природный коллапс, деградация и обесчеловечивание людей, большие землетрясения, пандемия, столкновение Земли с астероидами, извержение супервулканов. В документе обозначено, что человечеству отмерен довольно короткий срок. Прогнозы учёных совпадают с записанным в Библии. Шесть признаков скорого конца свершаются у нас на глазах. Первый признак. Люди, называя себя мудрыми, обезумели. Они заменили истину Божью ложью, поклоняются и служат твари вместо Творца. Мир отвергает Иисуса Христа и избирает первого всадника апокалипсиса – сатану. Но без Христа человечество обречено, ибо нет другого имени под небом, данного людям, через которое мы можем спастись. Второй признак последнего времени – войны. Христос сказал, когда услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит этому быть. За последние сто лет на планете произошло более тысячи военных конфликтов, и более полусотни войн идут на Земле сейчас. Люди избрали войну, насилие, ненависть и оставили милость, мир, любовь и прощение Божьи. Они поклонились второму всаднику апокалипсиса на кроваво-красном коне. Третий признак последнего времени – власть, богатство, роскоши, денег. Люди продают свои души, тела, честь, совесть, мораль, родных, близких ради наживы, богатства и выгоды. Отвергают Бога и поклоняются третьему всаднику апокалипсиса на черном коне – Мамоне. Христос сказал, не собирайте себе сокровищ на земле, но собирайте себе сокровища на небе. Но мир пренебрегает Иисусом и Его вечным богатством, поэтому все земное терпит крах. Ведь только Христос дает жизнь и жизнь с избытком. Четвертый признак. Христос сказал, будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба. Эти бедствия приносит четвертый всадник апокалипсиса, имя которому смерть, и ад следует за ним. На планете постоянно бушуют и усиливаются катаклизмы, проклятия, насилия, эпидемии. Потому что люди избрали смерть вместо жизни. Они поклоняются всему смертному, материальному, тленному, временному, а не Христу, который и есть жизнь, и жизнь вечная. Пятый признак последнего времени. Мир отвергает людей, которые несут милость, мир, спасение и любовь Божью. Точно как отвергли и предали на смерть Христа, а убийцу и преступника Вараву отпустили на свободу, так и сегодня на планете убивают более ста тысяч христиан в год. Это пятая печать апокалипсиса. Мир пренебрегает посланниками Божьими, и тем самым пренебрегает самим Богом. Ибо Христос сказал, кто принимает вас, тот меня принимает. Шестой признак — это глобальная природная катастрофа, которая превратит Землю в сущий ад. Солнце и Луна померкнут. Разрушенный небесный кровь не сможет остановить обрушение на Землю астероидов. Все острова, горы, полюса двинутся со своих мест в результате мега-землетрясения. Это шестая печать апокалипсиса, когда ад станет реальностью на Земле. Люди сами отвергли рай и избрали ад преисподней. Отказались от Христа, который был распят за их грехи, спустился в ад вместо них и воскрес на третий день, чтобы нам никогда не идти в преисподнюю, но иметь жизнь вечную в раю. С древности люди боялись ада и знали, что существуют места, ведущие прямо в преисподнюю. Это территории с огромным скоплением магмы, вулканы и супервулканы. Их и по сей день называют адской землей и вратами ада. В современном мире уже десятки лет рядом с жерлами ада стоят ядерные полигоны, где проводятся тысячи ядерных испытаний. Люди играются с преисподней и вскоре отворятся ворота, ведущие в горящую бездну. Крышки над емкостями с магмой, кальдеры супервулканов провалятся в землю, образуя отверстия, сплещащиеся в них раскаленной магмой площадью в тысячи квадратных километров. Наружу выплеснется неимоверное количество лавы, пепла, камней. Люди познают, что такое ад на земле. Единственный выход из сложившейся страшной картины — это Иисус Христос. Он сказал, «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Иисус есть единственный путь и вход в жизнь вечную. Он — единственная истина во всей Вселенной. Христос есть ответ для всего человечества. Только через Него вы сможете иметь жизнь и избежать ада. Получите еще больше информации на эту и другие темы на нашем канале «Джустан». Подписывайтесь и поделитесь этим видео со своими друзьями. Храни вас Бог! Субтитры создавал DimaTorzok